Добрый день. Тема лекции с той должностью, которую я занимаю, не связана никак, как и моя научная деятельность. Тема у нас поведенческая экономика. Поведенческая экономика явление достаточно новое, в общем-то молодое в хозяйственной науке, хотя доказывать свое место под солнцем ей уже не нужно. Уже по крайней мере два человека имеют Нобелевские премии, Кана, Мана и Талера. Но тем не менее, об этом мы еще будем говорить дальше, поведенческая экономика делает пока что только первые шаги. Как явление новое, она очень интересно связана с нашей современностью, с нашим культурно-историческим контекстом. Мы все любим стирать границы, переходить рамки, гибридные технологии, гибридные войны. Мы любим пересматривать свой взгляд на, казалось бы, совершенно очевидные вещи. Любим междисциплинарные подходы. И вот поведенческая экономика, она и представляет собой такой междисциплинарный подход. Чем она принципиально отличается от традиционной экономической теории? Давайте вспомним тот контекст, в котором возникала традиционная политэкономия. Значит, исследование Адама Смита, знаменитого, увидело свет в 1776 году. Это эпоха просвещения. Там он связан с такими людьми, как Руссо, Вольтер, Дидро. Время, когда был культ разума, культ рациональности. Безграничная вера в то, что люди могут познать все, свести все к небольшому количеству элементарных утверждений. Мы все помним про французское просвещение, но вместе с ним было и шотландское просвещение, основными действующими лицами которых были Давид Юм и Адам Смит. Давид Юм, будучи, помимо того, что он был философом, экономистом, он был дипломатом, много лет прожил во Франции. Руссо приезжал в Англию по его приглашению. Адам Смит имел тесные связи с Францией, в первую очередь с физиократами, с Франсуа Кенне, основателем, лидером школы физиократов. Если говорить об одном из девизов этого времени, то фраза Вольтера о безличном, разумном начале, вечном и высшем. Вечное в данном случае означает неприходящее, вневременное, имеющее истинность, независимо от ситуации, от исторического контекста. И вот на фоне всего этого появляется знаменитая работа Адама Смита, в основе которой лежит модель человека, которого мы сейчас называем homo economicus или экономический человек. То есть это абсолютно свободная личность, действующая сугубо эгоистично и абсолютно рационально. Подразумевается, что именно такой человек действует в рамках модели Адама Смита. Подразумевается, что именно такие люди способны достичь всеобщего блага в обществе. Понятно, что Адам Смит прекрасно понимал, что таких людей в природе не существует, но он полагал, что наши отличия от экономического человека, каждого, нами взаимно компенсируются. И в итоге мы все вместе действуем как совокупность экономических людей, ну или почти экономических людей. Ну вот давайте себе представим. Вот такое рациональное представление о человеке. Ну вот, черная пятница. Все мы их видели, кто-то даже участвовал. Что в это время порой люди покупают совершенно ненужные им вещи или почти ненужные. По совершенно смешным скидкам. А иногда и скидок-то там практически нет, но толпы людей штурмуют магазины. Спрашивать зачем. Другой момент. Допустим, явления известные в магазинах нам предлагают что-то продегустировать. По статистике при этом будут повышены продажи в соседних отделах. Бытовая химия, все что угодно может продаться после того, как человек что-то продегустирует. Или, допустим, мы смотрим на рекламу подержанных автомобилей и видим откровенно сексуальную рекламу. Или широкоугольные объективы. Я думаю, что все мы сталкивались с тем, когда видели необъяснимую сексуальную рекламу, в том, что вообще к сексу отношения не имеет. Насколько это рационально? И с чьей стороны рационально? Со стороны рекламодателей? Со стороны потребителей? И что в данном случае тогда у нас будет рациональности? Что вообще общего у всех этих явлений? Все эти явления относятся к так называемой нейроэкономике. Для того, чтобы мы с вами что-то совершили, даже просто сконцентрировали на чем-то внимании, нам необходим стимул, нам необходим подкрепление. Эту функцию в нервной системе выполняет нейромедиатор дофамин. Когда его открыли, то вначале решили, что это открыли центр, дофаминологический центр, что это центр счастья. Ну, это была ошибка. Это был центр подкрепления. Если крысе вживить туда электрод, то крысы игнорировали все вокруг и стимулировали себя, пока не падали от усталости. Люди давали себе по 40 разрядов в минуту. Причем были случаи, когда люди не могли остановиться, продолжали нажимать на кнопку после того, как электричество было уже отключено. у меня ассоциация возникает только с тем, когда я вижу, сейчас уже нет, а раньше, когда были распространены игровые автоматы, как сидели люди и дергали за ручку игрового автомата. Дергали, 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 дергали. Ну, сегодня кто-то сидит в Фейсбуке, допустим, так же. Или еще где-то. Но это то явление, когда дофаминергические механизмы, которые необходимы для того, чтобы мы вообще могли двигаться куда-то, используются не по назначению. Если можно перевести даже такой пример, когда, допустим, в капле воды амеба чувствует, где находится центр питания, где сконцентрированы питательные вещества, она туда движется. Был проведен, это был даже не эксперимент, а маркетинговая операция, когда нужно было заманить людей в кофейню на нижнем ярусе, им сопротивленным образом расположили обонятельные стимулы. То есть человек шел по, ну, не человек, люди шли по запаху, порой даже сами того не осознавая. В биологии это называется хемотаксисом. Примерно точно так же, как двигается амеба. Ну, понятно, что я огрубляю, но общий принцип один и тот же. Итак, экономический человек, по словам Людвига фон Минеса, к очень крупному экономисту, это фантом, не имеющий с реальными людьми почти ничего общего. И модель экономики, модель социума, построенная на такой модели человека, ну, будет весьма и весьма ограничена, что, в общем-то, совершенно естественно. Итак, предметом исследования поведенческой экономики является влияние социальных, эмоциональных, когнитивных и прочих факторов на принятие нам экономических решений. Все то, с чего я начал, подводило базу под то, почему нам нужна поведенческая экономика на сегодняшний день. Сам термин относительно новый, раньше чаще называли экономической психологией, иногда нейроэкономикой, но, в принципе, не суть. Основные методы в данном случае экспериментальные, когда берутся люди, и чаще всего разыгрывается какая-то игровая ситуация. Ее результаты пытаются экстраполировать на реальные варианты сравнивая со соц.статистикой. Также пытаются использовать имитационное моделирование, но с этим пока еще сложнее, поскольку моделировать поведение людей, сложное поведение людей, пока еще сложно. Вот два наших основателей поведенческой экономики. Дэниел Каннеман, психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года, и Ричард Талер, лауреат Нобелевской премии 2017 года. Теперь поговорим, собственно, о некоторых эффектах, которые изучаются на сегодняшний день поведенческой экономикой. О всех мы говорить не будем, потому что это будет слишком объемно. Но то, что мне показалось наиболее интересным, я бы хотел озвучить. Первое — это теория перспектив. Она описывает поведение людей при выборе различных вариантов. Центральным элементом является функция полезности. Если сравнивать функцию полезности в теории перспектив с тем, что является классической функцией полезности, то разница будет довольно существенная. Верхний сегмент, он в общем и целом похож. То есть он показывает, что каждой следующей единице товара нам нужна меньше, чем предыдущая. Если я хочу есть, я могу съесть кусок хлеба. Я могу съесть два куска хлеба. Третий могу уже не есть. Четвертый, пятый мне будет вообще не нужен. То есть убывающая предельная полезность товара. Во-первых, здесь дополнено еще одной частью. Это тем, что мы считаем убытком. И начало координат здесь находится не в нуле, а в том, к чему мы привыкли. Тот уровень, ну допустим, тот уровень дохода, к которому мы привыкли, мы его считаем практически нулевым. Это наша стартовая точка, для нас все хорошо. Получение дополнительного дохода мы рассматриваем как прибыль. Если нам почему-то недоплатят, мы это будем считать своим убытком. Причем человек предпочитает избегать убытков. То есть убыток для нас более болезнен, нежели нам приятна прибыль. Давайте рассмотрим на примере конкретных ситуаций. Допустим, человек стал богаче на 300 долларов по сравнению с сегодняшним днем. У нас есть выбор. Получить сразу еще 100 долларов или воспользоваться шансом выиграть 200 долларов с вероятностью 50%. Ну или ничего не потерять. Вторая ситуация. Мы стали богаче на 500 долларов. Можно сразу потерять 100 долларов после этого. А можно рискнуть потерять 200 долларов с вероятностью 50% и остаться при своих деньгах с вероятностью опять же 50%. В первой ситуации вариант А. То есть получить еще 100 долларов, выбирая 72% людей. Что, в общем-то, естественно. Для большинства людей лучше получить гарантированные 100 долларов, чем играть на 200. В ситуации 2 люди предпочитают сыграть на 200 долларов, нежели гарантированно потерять 100. Казалось бы, здесь мы как раз ярко видим избегание убытка. Можно потерять больше, но мы предпочитаем рискнуть. И здесь такие ситуации заметны и в других областях. Допустим, когда игрок в покер начинает проигрывать, он начинает играть все более и более рискованно. Опасность проиграть заставляет рисковать. В результате чего проигрывают еще больше. Был проведен эксперимент, когда люди должны были инвестировать в два разных финансовых инструмента. При этом одной группе людей демонстрировали динамику цен раз в три часа, а в другую группе раз в 40 минут. Те, кому показывали чаще, старались рисковать меньше. Для них они видели опасность проигрыша каждые 40 минут и старались уходить на безрисковые операции. Вот это то. Если сейчас мы говорим о таком гипотетическом варианте, то вот реальное поведение реальных трейдеров. Можно вспомнить даже более того. Казалось бы, сейчас в мире идет кризис. Все об этом знают. И вдруг, ну сейчас это уже не так актуально, но некоторое время назад появляется такая пирамида, как криптовалюты. И вроде бы разумные люди начинают на них играть. Ну вроде бы надо беречь деньги, а люди их начинают проигрывать. Но вот, собственно говоря, и объяснение. Угроза потери денег приводит к более рисковому поведению. А если вспомнить, допустим, наши 90-е, бесконечные пирамиды, ну и банальные лохотроны у метро, то вот живой пример для поведенческой экономики. Следующий эффект, о котором я бы хотел поговорить, это так называемый фрейминг эффект или эффект обравления. По сути дела, он объясняет, как наше решение зависит от контекста, в котором мы получаем информацию. Сейчас тоже проведем небольшой эксперимент. Сейчас здесь появится, если я сейчас все-таки выключу на какой-то момент свет, чтобы было удобнее, появится набор букв. Читать их не надо. В центре будет, ну близко к центру, будет буква О, лучше сфокусировать взгляд над ней и попытаться увидеть остальной набор букв периферическим зрением. Это может потребовать там несколько секунд для того, чтобы добиться того, что мы хотим. У кого-то появились какие-то локализации? Кто-то что-то увидел в середине? Того. Совершенно верно. Теперь, и сейчас появится еще один набор букв, нужно сделать примерно то же самое. Что-то увиделось? На самом деле, из-за того быка, того присутствует везде. Но во втором случае того увидеть сложнее, потому что оно включено в два разных слова. Это пример из Канемана, но не из той книги, за которую он получил Нобелевскую премию, а из более ранней, пример по исследованию внимания. Это явление называется семантическим декодированием. Раньше считалось, что подсознание может выполнять, как правило, простые операции. Но здесь никто, я надеюсь, этих слов не читал, но тем не менее подсознательно были выделены содержательные блоки, причем за достаточно короткий промежуток времени. Вот на самом примитивном уровне это можно назвать фрейминг-эффектом или то, что в классической психологии называется установкой. Допустим, давайте рассмотрим еще один пример действия фрейминг-эффекта или установки. Допустим, 600 человек заразилось какой-то болезнью. Нужно сделать выбор между двумя вариантами действий. Вариант А. Обеспечивая спасение 200 человек, вариант Б. Дает шанс спасти всех с вероятностью 1 треть. Но 2 третьим, что умрут все. У кого-то есть какие-то варианты? Какой вариант предпочтительнее? Что? Еще варианты? Первый? Какой? Ну, по статистике большая часть людей выбирает А. Теперь рассмотрим еще один вариант. Та же самая болезнь. Вариант Б. Если мы выбираем вариант Б, умирает 400 человек. Вариант Г дает вероятность 1 треть, что выживут все, и вероятность 2 треть, что все умрут. Какой мы выберем в этот раз? Да. В тот раз был А. А и В эквивалентны. А, В и Г тоже эквивалентны. Здесь речь идет разница. Сейчас, давайте, если мы вернемся. В А мы говорим о спасении 200 человек. А в варианте В о смерти 400. Но это одно и то же, поскольку всего-то 600 человек. А вариант Г это чуть-чуть переформулированный. Вариант Б. Причем даже не сильно переформулированный. Но первое, с чего мы начинаем, приковывает внимание и создает нужный нам контекст. В другом исследовании Каннман приводит такой пример. Он не совсем связан с экономикой, но хорошо показывает наше восприятие. Допустим, людям проводится эндоскопическое исследование без наркоза. При этом с них снимают энцефалограмму с центра боли. То есть, можно четко фиксировать, где человеку больно, где ему не больно. Если человеку было больно в течение всей операции, но извлечение зонда прошло спокойно, то когда он встает, он говорит, да нет, да нормально, ничего, терпимо. Человеку было не больно в течение всей операции, но зонду извлекли неудачно. Скажет, не, ну это, слушай, ну так же нельзя, в конце концов, это же такая боль. Ну, второй по значимости это было начало операции. Сразу можно вспомнить 17-го года я не весны, с чего начать разговор, и чем его закончить. Что было в середине, значений уже не имеет. Здесь имеет, кроме того, большое значение имеет такое явление, как узкий фрейминг. Или, допустим, этот пример уже приводит Талер. Есть пример из его реальной практики экономического консультанта. Группа предприятий, принадлежащих одному человеку, причем эти подразделения друг с другом не связаны, каждый работает сам по себе. У них есть возможность инвестировать крупную сумму каждого с вероятностью хорошей доходности, но и с вероятностью потери всех денег. Он задает вопрос, кто готов рискнуть. Из 23 человек подняли руки все три. Но, если посчитать, то получится, что если проинвестируют все, то суммарно хозяин в любом случае получит прибыль. Он задает вопрос владельцу. Сколько таких операций вы поддержите? Он говорит, ну, конечно, все. Ну, тогда у вас большие проблемы, потому что у вас только три человека готовы провести эти операции. Почему? Он задает, один из директоров отвечает, потому что, если я получу доход хороший, я получу премию в размере трех укладов примерно. А вот если я проиграю, меня, скорее всего, уволят. Санкции, которые накладывают корпорации на своих сотрудников, тоже направлены на избегание ущерба. То, о чем мы говорили в теории перспектив. Но здесь, в данном случае, происходит еще и дробление. Если рассматривать это все как единую операцию по инвестированию крупной суммы денег, то получается хороший экономический эффект. Но если рассматривать каждый по отдельности, то, что называется, есть узкий фрейминг, то получается, что лучше в это не лезть. и это болезнь, не болезнь, но проблема практически всей экономики. И нашей, и импортной. Умение правильно простимулировать риск либо его отсутствие. Вообще-то вопрос достаточно сложный. Здесь, по всей видимости, в зависимости от отрасли, да, от контекста и от конкретной ситуации. здесь вот так однозначно сказать сейчас, допустим, я не готов, поскольку я на практике я специалист по экономической безопасности, а не по менеджменту. Если говорить немножко дальше, к сожалению, я, видимо, в силу отсутствия опыта публичных лекций, я подготовил, видимо, мало материала. Но я думаю, что я еще найду о чем сказать, может быть, в ходе вопросов. Но то, что я бы хотел сказать, я не случайно упомянул о том, что фрейминг, по сути дела, это теория установки, которая разрабатывалась в рамках психологии, психотерапии много лет. Кто-то говорит, начиная с Фрейда, кто-то говорит, раньше. Она разрабатывалась и помимо Фрейда. в нашей стране это была школа Узнадзе, грузинская школа, в основном это были их разработки. А приложение к экономике у нас этим в основном занимался Юрий Николаевич, и занимается пока что, слава богу, Юрий Николаевич Гаврилецов, заведующий кафедрой математической социологии в ЦИМИ. У него есть модели по моделированию поведения потребителей, причем моделированию группового поведения, как раз на основе теории Узнадзе. Это, на мой взгляд, очень важно, потому что как раз одним из больших проблем поведенческой экономики является низкий уровень математизации. Это, в общем, естественно, поскольку, как я уже говорил, моделировать поведение человека, ну, это сложно. И пока что все размышления на тему искусственного интеллекта, они весьма-весьма условны. Может быть, как-то эту проблему решит квантовый компьютер, но о квантовом компьютере говорят уже последние лет 30 как минимум, но пока что ВОЗ и ныне там. Вроде последнее время что-то там у них изменилось, но в любом случае на сегодняшний день моделирование поведения и мышления человека, оно моделируется в очень узких рамках. Но в экономике без математических моделей опять же невозможно. Экономика всегда, мы начинаем с какой-то суммы денег стартового капитала, потом у нас производственный процесс и на выходе какая-то прибыль. У нас количественные величины в начале, количество величины в конце. Нам нужно спрогнозировать, что мы получим при том, что мы делаем. А для этого нужна модель. Соответственно, поведенческая экономика тоже не избежит моделирования. Понятно, что по крайней мере, пока моделируя, мы будем сильно огрублять. Собственно говоря, мат моделирования в поведении потребителей это тема и моей диссертации. Пока что мы будем огрублять, и огрублять достаточно сильно. Понятно, что мы будем терять часть смыслов, которые есть в психологии, в вербальных описаниях поведенческой экономики. Но будем надеяться, что это будет окупаться практическим применением того, что мы сможем сделать. Хотя сегодня это пока что теория. Другой существенной проблемой поведенческой экономики является отсутствие единой теории. Есть различные модели, эффекты, они исследуются, обсуждаются, но целостной теории не существует. И плохая интеграция с иными областями экономической теории. Потому что, как бы мы не критиковали традиционную экономическую теорию, но во многом она работает. Допустим, организация структуры финансов, денежное обращение, она работает. Другой вопрос, что предсказание поведения, скажем так, потребителя пока оставляет желать лучшего. И, кстати говоря, очень часто оставляет желать лучшего предсказания поведения менеджеров. Но какая-то интеграция в любом случае будет необходима, но ничего этого пока у нас нет. Из всех социальных наук экономика обладает самой мощной теоретической базой, это на сегодняшний день. Даже вот если можно поспорить, может быть, только теория государства и права может. А так, даже если брать социологию, ну вот все помнят. Вильфредо Паретто. Вообще-то он был крупным экономистом-маржиналистом. Начинал он именно с этого, а потом он стал социологом. Макс Вебер. Вообще-то, экономист немецкой исторической школы. Сейчас мы его знаем как социолог. Но да, можно сказать, что экономическая теория пошла немножко не в тустей, проигнорировав человека и его психологию. И сейчас это должно восполняться, но пока что восполнение идет без соответствующей интеграции. В общем и целом у меня, к сожалению, все. Я готов ответить на вопросы. Спасибо большое. Очень интересный материал. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, даже за последние 10 лет уже изменилось ли как-то человеческое мышление в плане тех эффектов, про которые вы говорили? Ну, то есть, допустим, те же скидки, люди на них уже реагируют гораздо меньше или, к примеру, ну, ограниченное количество какого-то товара. То есть, люди уже не покупают то, скажем, чего мало на остатках магазинов и так далее. Заметны какие-то такие эффекты? Можете про них рассказать? Вы знаете, я бы сказал, что здесь, видимо, идет скорее это нужно говорить о структуре населения, которая по-разному на это реагирует. Потому что люди более старшего поколения постепенно к этому адаптируются. Но понятно, что адаптация весьма условная. Даже старая приемка стоит не 10 рублей, а 9,99 копеек. я даже скажу это по собственному примеру. Я всегда округляю, естественно. Но если вдруг торопишься, взвинчен, уже не округлил. Это связано с какими-то биологическими механизмами восприятия, которые можно контролировать осознанно, но выбить это из себя нельзя. Кроме того, более скажем так, более молодые люди, опять же, я не могу сказать, что я сейчас оперирую статистикой, более внушаемые относительно современных средств массовой информации, в первую очередь электронных. Поэтому здесь я бы сказал, что наверное нет. Как раз наоборот в том числе с использованием тех эффектов, которые открыты поведенческой экономикой, манипуляция сознанием становится все более и более изощренной. И блокировать ее становится все сложнее и сложнее и сложнее. С одной стороны, изучая все это, мы можем постараться сделать так, чтобы мы оказались менее внушаемы ко всему этому. Но с другой стороны, маркетологи тоже учатся. Это как соревнования снаряды и брони. И это будет до бесконечности. Я полагаю, что все-таки сила будет на их стороне, потому что мы имеем ту биологию, которую мы имеем. Как, допустим, теоретики эпохи просвещения считают, что человек нужно полностью освободить, юридически освободить, и культурно, морально, и тогда будет всем на стороне жизни счастья. Куда мы денемся от своей физиологии? Почему, допустим, для рекламы используется так много сексуальных образов? И почему, допустим, используется, там людей подкармливают в магазинах? Потому что пищевые и сексуальные образы являются самыми сильными стимулами для выделения дофамина. Человеку стоит сунуть в рот кусок колбасы, дофамин уже выделился. А дальше человеку его нужно на что-то потратить. Он купит что-нибудь еще. Понятно, что при этом человеку объясняют, что на самом деле это только для того, чтобы он попробовал что-то. Наверное, эта функция тоже есть, но это далеко не только она. Это опять же из собственного опыта, несколько лет назад, когда появилось, только появилось кофе в пластиковых пакетах, и была реклама о том, что не надо платить за банку. В рекламе ни слова не было сказано о том, что кофе будет дешевле. Там было сказано, что не надо платить за банку. А вот я был в магазине со своей сестрой, она старшая сестра, она бухгалтер. Она обратила внимание, что почему-то количество кофе в банках и в пакетах разное. То есть нельзя поставить рядом пакет и банк и сопоставить цену. Ну как бухгалтер, она взяла калькулятор, посчитала цену кофе в пакете в расчете на грамм. И выяснилось, что он дороже, чем в банке. Сейчас на самом деле сейчас действительно он будет дешевле. Это сейчас. Но на тот момент кофейные компании срубили, я думаю, что неплохие деньги. Обосновав нам, что это должно быть дешевле, вполне логично обосновав. Но проверять пойдет единицы пойдут, а остальные будут. Ашан и карусель, многие уже это пишут. лечение, у которого по поводу 480 грамм за сумму и у которого там 340. Сложно поделить 480 на 340 и 50 км. Да, это правда, но с другой стороны, кстати, вот мы говорим о скидках. Допустим, есть же люди, которые просто охотятся за ним. Охот на скидки, и в этом есть свой азарт, свой азарт, свой дофамин. Уже в одном в этом. Можно не играть в игровые автоматы, можно охотиться за скидками, и ты получишь свой адреналин. Да все, и адреналин, и дофамин, и все на свете. И еще эндорфин в придачу. Все так. И опять же, я уже сам замечал, допустим, приходишь в магазин, видишь, стоят макароны по скидке. Написано, какие. Рядом стоит точно, почти точно такой же пакет с макаронами другого сорта. Про них в ценнике на скидку ничего не сказано. Но они же одинаковые, почти одинаковые. Большинство людей схватит и побежит. Я на это обратил внимание, вот интересно, а эти-то как? Здесь, в данном случае, мне было интересно не только как покупателю, но и как поведенческому экономисту. Я взял просто и просканировал. Те, которые не были указаны в ценнике, продавали за обычную цену. Но большая часть их схватит и побежит. Поэтому, ну, придумают что-нибудь еще на взятых концов. Таких эффектов, как эффект, да? Всего этого, всего этого как раз очень много. Поэтому я как раз и есть, есть хорошая статья, она длинная, сейчас я не буду, называется «Новый патернализм». Она и она есть в интернете, она была, в свое время опубликовалась в «Вопросах экономики», но там она опубликовалась в сокращении. В интернете есть более полная версия. Это как раз к вопросу об управлении общества на основе вот этих разработок. С учетом этих разработок, когда не надо принуждать, жестко принуждать, но можно создавать контекст. И в рамках этого контекста можно людьми управлять. Понятно, кем-то лучше, кем-то хуже, но в общем и целом такие вещи будут работать. ну и будут работать они, собственно, говоря, и работают. Я ответил? Да, это, знаете, именно с этой книгой я у Каннамана не знаком. Я бы посоветовал, если говорить об этом, я бы посоветовал у него, как же она называлась, можно посмотреть, у него есть вот так, собственно, это более поздняя, которую он написал уже после получения Нобелевской премии, она более, наверное, более популярная. Собственно, его основной труд о принятии решений в условиях неопределенности, я сейчас не помню точную формулировку, она как раз весьма интересна. Кроме того, я бы посоветовал сейчас Талера, новая поведенческая экономика, Шеллинга, это механика конфликта, если я не ошибаюсь, это немного другой по большому счету о том же самом, просто с другой стороны. Кстати говоря, у Шеллинга была очень интересная, даже не модель, допустим, с точки зрения классической теории вероятности и той экономики, которая строилась, допустим, задача на встречу двух людей в городе в неизвестное время без договоренности нерешаема, слишком много, мест, велика неопределенность, куда идти. Но, допустим, в Нью-Йорке люди пойдут на центральный вокзал, а в Москве на Красную площадь, а если, допустим, речь идет о родственниках, они пойдут к себе домой. И люди смогут друг друга встретить. Это как раз тоже к вопросу об организации контекста. Мы воспринимаем мир не непосредственно, а через призму тех установок, которые у нас есть. И манипулируя этими установками, можно добиваться очень многого. Опять же, если вернуться к вопросу о скидках, когда вдруг появляется скидка на какой-то товар, этот товар начинают неожиданно, даже не неожиданно, вполне неожиданно, но неадекватно много покупать. А если внушить человеку, что больше, больше, чем нужно на самом деле, если внушить человеку, что адекватно, что его нормальная цена, допустим, не 5 рублей, а 10, но при этом всегда на эту группу товаров будет скидка, и часть товаров всегда будет стоить 5 рублей. Люди всегда приходят и всегда видят скидку, и всегда на нее кидаются. А то, что это и есть на самом деле настоящая-то цена. Таллер подписал как раз о том, что в Соединенных Штатах были попытки некоторых торговых сетей убрать с себя скидки и просто снизить цен на товар. Эти сети стали быстро терять покупателей. Людям интересно ловить скидки. С одной стороны, да. А с другой стороны, ну и приятно же купить дешевле-то. Здесь не просто, да, легче делать выбор, но еще и само удовольствие от более дешевой покупки. Это же получается, это же получается доход дополнительный. Точнее, его иллюзия, потому что на самом деле его нет. И нормальная цена этапа, которую мы покупаем со скидкой. Но, как говорится, мыши плакали, колоризм продолжали жрать кактус. Как раз у него есть пример. То есть, когда человек представляется два варианта, то есть, дорогая и дешевая. Он всегда выбирает дешевую. Не просто. Когда три, зачастую уже не так сомненько, даже больше покупать посреднее. Потому что они как бы на пути понимают, что любимый самый дешевый и самый плохой, самый дорогой на премьер, а средний можно напугать людей совсем дешевкой, совсем дорогим и направить туда, куда тебе нужно. Еще один, кстати, почти неизученный аспект, который тоже интересен в плане поведенческой экономики, но о нем почти не пишут. Просто потому, что не умеют этого моделировать пока что еще никто. Это так называемая транзитивность предпочтений. Это такой сложный математический термин. На самом деле все очень просто. Если 3 больше, чем 2, а 2 больше, чем 1, значит 3 больше, чем 1. Это очевидно. Но допустим, если товар A лучше, чем товар B, товар B лучше, чем товар C, то что товар A всегда будет лучше, чем товар C? А вот не всегда. Потому что если происходит многокритериальный выбор, то вот такая линейка выстраивается далеко не всегда. Еще недавно считалось, что нетранзитивные отношения выстраиваются только благодаря погрешности в измерении, в оценке. А на самом деле все всегда транзитивно. Сейчас уже точно известно, что вообще транзитивного в нашем человеческом окружении очень мало чего. Мы сами выстраиваем вот эти цепочки, потому что иначе мы просто запутаемся. То есть субъективно не транзитивность, а наоборот такие транзитивность. Почему это важно? Потому что классическая теория полезности она строилась на том, что человек, сравнивая пары товаров, однозначно задает свои предпочтения. То есть что имеется общая функция полезности, на всем пространстве товаров, но поскольку функцию строить никому не хотелось, потому что математических знаний на тот момент банально не хватало, то решили, что оперируя бинарными отношениями можно предсказать поведение потребителя. В узких контекстах можно. Потом, как выяснилось, все немножко не так. Но до сих пор математического аппарата для исследования нетранзитивных отношений практически нет. Есть только подходы к нему. Это влияет и на анализ потребительского выбора, и не только. Потому что, к примеру, знаменитая теорема Эру о невозможности, которую мы получили Нобелевскую премию, которая показала, что, допустим, адекватный выбор, к примеру, президента возможен при всех процедурах голосования только в том случае, если сообщество избирателей монолитно. Либо один человек навязывает всем свое мнение. То есть, это либо диктатура, либо весь народ единым фронтом. когда более или менее мнения распределены по измерению при помощи обычного голосования, получается средняя температура по больнице. Кто победит, наверное, можно подсчитать, но это вообще без каких-либо гарантий. все зиждется на мы, каждый человек может выстроить транзитивную цепочку предпочтений, допустим, конкретно кандидатов. А может ли он выстроить? Так что вопросов на самом деле у нас гораздо больше, чем ответ сегодняшний день. то, что еще лет десять назад, несмотря на то, что Каннаман уже получил новейшинскую премию, очень многим экономистам старой школы приходилось просто доказывать, что даже не то, что доказывать, это поведение людей психологические аспекты просто игнорировались. А это не наша специфика, а мы занимаемся вот этим. Подождите, поведение это как? Поведение неважно, у нас есть модели. Сейчас вроде бы брешь пробита, но что с этой брешью делать, пока не знает никто. Если есть конкретные практические способы, которые мы используем, но в плане выработки политики, глобальной политики, макроэкономической политики, и как все это, допустим, сочетать с традиционными методами экономического регулирования, вопрос, как я говорю, действительно больше, чем ответов. Еще вопросы? сочетания на тему того, какой эффект действует сильнее. Сначала мы все говорили о скидках, о том, что если человек видит скидку, он начинает охотно покупать этот товар. Но есть еще противоположный эффект, который говорит в том, что если цену товара повысит в два раза, человек начинает считать, что товар лучшего качества, соответственно, больше полезного и покупать его охотнее. Есть или укрепленные сравнения по удовольствию с точки зрения цели? Нет, ну здесь нет, а здесь это вопрос в данном случае немножко из другой оперы, это вопрос целевой аудитории для конкретного товара. Есть товары, которые, ну допустим, зачастую очень дорогие, причем с совершенно неадекватным сочетанием цена-качества, допустим, но они переходят в другую ценовую категорию и их покупают просто другие люди. Они ориентируются в данном случае на вопрос престижа. То есть в известном смысле это покупается не только товар, покупается еще и престиж от его покупки. То есть вот здесь наверное если сделать при этом скидку в рамках этой группы, это тоже будет работать. Это будет работать до тех пор, пока это не перейдет в более низкую ценовую группу. Если просто ну это в общем-то было известно и раньше еще и до поведенческой экономики, что перемещение товаров из одной группы в другую, это но это должно сопровождаться соответствующими рекламными ходами, сделать товар престижным. Хотя при этом он может быть и не слишком качественным, допустим, и не слишком добротным. Но это сейчас не важно. Важно, чтобы ему доверяли. Под тем или иным. Да. Ну а в общем-то так оно и получается, что я все время немножко ухожу в психологии или даже немножко физиологические аналогии. У нас не существует не только у людей, наверное, непосредственно восприятия вообще кого-то вот как такового. Даже вот такой маленький пример. Наша сетчатка реагирует на единичные фотоны. Но мы их не видим. Лягушка видит единичный фотон. Мы не видим, потому что наш мозг считает, что это слишком слабый сигнал, он, наверное, и шум его просто подавляет. То есть даже вот на таком чисто аппаратном можно сказать на уровне железа мы не воспринимаем мир таким, каким мы его непосредственно видим. А дальше все еще больше допустим лицо человека имеет при восприятии я не помню какое-то огромное количество степеней свободы. То есть мы когда мы видим каждого человека мы получаем каждый предмет мы получаем такое количество информации, что если бы мы не структурировали ее, причем неосознанно, мы бы просто в этом запутались. То есть наши установки это фильтры, через которые проходит все, что мы вообще видим. Если эти фильтры разрушаются, ну как правило, связаны с тяжелыми психическими заболеваниями или там неврологическими. Поэтому мы все воспринимаем в рамках тех или иных контекстов. Но эти контексты можем создавать мы себе сами, их нам могут навязывать. Чаще всего нам их навязывают, но мы стараемся выбрать все-таки те, которые нам были бы поближе для того, чтобы нам было бы легче. И так происходит всегда. Поэтому то, что и с товаром то же самое. Нам создают определенную имидж товара, еще что-то. И люди это потребляют. Вместе с самим товаром и платят за это деньги. У меня чуть-чуть был вопрос в другом. Слышали вы, работали в интервью, вы делали расчет, что, например, мы берем товар, но нет права. И в одном эксперимент он улучшает цена два раза, в другом эксперимента мы делаем раскидывок. Количество нас в этом случае не заработано столько, а в этом заработано столько. Ну непосредственно о таких работах я с такими работами не знаком. Но это сфера маркетологии. То есть строго говоря, они исследуют рынок, исследуют и предлагают производителям допустим рекомендации дают рекомендации о назначении цены, о проведении соответствующей рекламы, в каком ключе ее целевая аудитория, реклама, цена, и вот получается итоговый продукт, который иногда не бывает прав, иногда нет. просто не совсем когда понятно где это гранит до поведенческой экономики и маркетинга. Ну понимаете, и поведенческая экономика и маркетинг, маркетология, обе и то и другое работает и нейроэкономика. Они работают с человеческой психикой, понимаете. В общем-то и целом жесткой граниты между ними как раз нет. по маркетологии такие исследования совершенно определенно есть. То есть здесь просто нужно если вас интересует именно это и здесь я бы советовал смотреть именно на маркетологию в данном случае. Но это не теоретическая а сугубо практическая дисциплина.